МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освещена наша телепрограмма. 26 сентября мы представили депутатов, избранных по одномандатным округам. Сегодня речь пойдет о депутатах, избранных по партийным спискам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 15 лет, с 1993 по 2008 годы, Алексей Сергеевич Кукушкин прошел путь от рядового инженера-программиста до ведущего программиста Центра судоремонта «Звездочка», руководителя группы в отделе внедрения информационных технологий. В 2008 году избран заместителем, а в 2009 председателем профсоюзной организации предприятия, одной из самых крупных общественных организаций Архангельской области. В ходе предвыборной кампании мы провели несколько, десятка встреч с избирателями. Это были встречи и в трудовых коллективах, и с жителями микрорайона. И вот основные вопросы, которые люди задавали, и те направления, по которым они просили будущих депутатов проводить работу, это в первую очередь, конечно же, благоустройство микрорайона нашего, это ремонт внутридворовых проездов, это обустройство внутридворовых территорий, вот детских площадок, парковок, парковочных карманов, и это ремонт коммуникаций в жилых домах. Вот основные направления. Преимущество округа то, что это люди, с которыми я-то, в общем-то, прожил всю жизнь, я их хорошо знаю, и меня многие хорошо знают. Там есть уже определенный позитивный опыт в части обустройства внутридворовых территорий, ремонта внутридворовых проездов, и я считаю, вот это то направление, которое надо максимально продвигать и доводить до логического завершения. Большое спасибо избирателям за, конечно же, очень колоссальную вот такую поддержку за доверие, которое, ну, просто нельзя не оправдать. Илья Сергеевич Брюханов на Севмаше успел поработать токарем и слесарем-мастером. В настоящее время он мастер управления качества продукции, второй секретарь горкома КПРФ. Конечно, городское хозяйство, в первую очередь. Нужно навести порядок, посмотреть, что еще упущено, и выровнять ситуацию хотя бы. Ну, сами знаете, у нас городской бюджет, в долгах весь. Ну, и посмотреть, как будут работать депутаты. Ну, надо учиться еще смотреть, что в будущем нам принесет. Образование, думаю, что. Молодежная политика и спорт. Ну, такие вот будем заниматься. Вся наша группа депутатская будет вести такие два вопроса. Будем вести диалог, работать с людьми вместе. Больше 30 лет Евгений Геннадьевич Малеров работает в ЦМСЧ-58, в настоящее время заведующий вторым хирургическим отделением. Отличный к здравоохранению, заслуженный врач Российской Федерации. Мы в округе вместе работаем уже четвертый созыв получается, то есть три полных, и вот тот, который пойдет сейчас. Проблемы – это детские садики, места в детских садах, внутриквартальные проезды. Мы старались их делать, конечно, но не получилось сделать все, как мы планировали, но я думаю, что эту работу мы будем продолжать и дальше. Также есть проблемы с дорогами в нашем районе, которые мы держим на контроле, и надо отдать должное, они приводятся в порядок. Вот, например, тот же мост, мы видим, что по нему стало можно ездить, и все так, как нужно здесь. Ну и будем смотреть за детскими площадками, потому что детям необходимо играть. Поэтому проблемы мы знаем, но все дело в том, что ведь мы работаем по принципу обратной связи. То есть мы же не можем прийти в округ и сказать, здесь мы будем делать площадку, здесь мы будем делать там дорогу. Нет. То есть к нам приходят жители на прием, и по наказам их мы, соответственно, и реагируем. Почему? Потому что люди знают на порядок лучше нас, где нужно сделать садик, где есть плохой внутриквартальный проезд, где там течет крыша, ну, к примеру, просто говорю. Поэтому по наказам избирателей мы как работали, так и будем продолжать работать. Поэтому я думаю, что у нас все в этом году получится. На этот раз выборы прошли по новой схеме. Избиратели голосовали не только за кандидатов, одномандатников, но и за партии. По итогам выборов партия «Единая Россия» набрала 39% голосов. На втором месте КПРФ 21,81 голосов. «Справедливая Россия» показала результат 9,5%. ЛДПР – 8,5%. Партия «Родина» также преодолела 7% рубеж. Таким образом, в Совете депутатов Северодвинска 5-го созыва представлено 5 политических партий. В соответствии с набранными процентами «Единая Россия» получила 7 из 13 мандатов. Три взяла Коммунистическая партия Российской Федерации. У «Справедливой России», ЛДПР и «Родины» по одному. С учетом депутатов, избранных по одномандатным округам, партийный расклад получился следующим. 18 депутатов выдвинуты партией «Единая Россия», четверо КПРФ, двое «Справедливая Россия», ЛДПР и «Родина» имеют по одному представителю. С 1994 по 2003 годы Александр Николаевич Руднев работал на Севмаше. С 2003 года по настоящее время коммерческий директор торговой сети «Фотосервис». Начальник команды «Строитель», победитель первенства города по футболу. Это первый депутатский опыт Александра Руднева. Особое внимание он намерен уделить развитию спорта. «Я иду в комиссию по молодежной политике, физкультуре и спорту. Так как плотно занимаюсь спортом, впоследствии футболом в команде «Строителей». И вижу проблемы изнутри, какие есть, даже для детского, именно для детского спорта. Получается, даже собрать команду, единственную муниципальную команду у нас «Строитель», которая даже собрать ее на соревнования в области – это проблема. Потому что у нас думают, что город должен помогать своим маленьким и большим спортсменам. И не только декларирую это на словах, что мы помогаем спорту. Елена Михайловна Цыка – главный врач поликлиники острова Ягры. Трудовой путь она начинала с работы фельдшера-лаборанта. С 1992 года работала терапевтом Ягринской поликлиники. Победитель областного конкурса «Лучший врач» 2009 года. «В этом году впервые на острове Ягры было четыре округа, то сейчас два округа. Вот на втором округе как раз по результатам выборов выиграла я с Мелехином Владимиром Александровичем. Ну, каковы преимущества? Хотя могу сказать, что на этом округе и старый жилой фонд, и когда мы встречались с избирателями, в общем-то, очень было много наказов. Хочу сказать, что проблем, конечно, много в старом жилом фонде. Это и крыши, это и водопровод, и ремонт, и, в общем-то, много-много различных проблем, которые требуют своего решения. Ну, а какие преимущества? На острове Ягры все очень даже неплохо. И я думаю, что в дальнейшем на острове Ягры будет перспектива к развитию. И хотелось бы организовать встречу со всеми руководителями предприятий на острове Ягры. Это и детские сады, руководители школ, и ЖКО Ягры, и других различных предприятий. Хотелось бы определить их, знать их проблемы, составить какой-то план работы, и, соответственно, все их наказы и порядок работы выполнять в соответствии с планом. Анастасия Александровна Микляева имеет опыт работы инженера на Севмаше, экономиста МУП ЖКК, в настоящее время директор РАУ, Северный Артек, представитель молодого поколения в депутатском корпусе, член молодежной палаты при Совете депутатов 4-го созыва. Меня интересует в первую очередь молодежь, спорт и также детский отдых. Потому что на самом деле в нашей области, в частности в Северодвинске, существует огромная проблема организации детского отдыха. Родителям приходится собирать очень много документов, чтобы отправить ребенка и получить субсидию на компенсацию части льготы, части путевки. Это очень хорошо, что есть такая субсидия, но как они ее получают по тому крови просто? В этом есть огромная проблема и надо ее как-то решать. В частности, взаимодействием органов власти. Будем решать и поднимать Северодвинск, потому что решение всех вопросов на самом деле за молодежью. Возьмем опыт взрослых и передадим все нашей молодежи. Александр Сергеевич Щербина работает врачом с 1985 года. В настоящее время врач-терапевт гастроэнтерологического отделения Северодвинской городской больницы номер один. Депутатом курсовета избран впервые. Я начинающий политик. Меня очень просил коллектив наш, потому что наша главная врач Эльми Николаевна Капташова стала областным депутатом областного собрания. Поэтому должен быть, конечно, представитель здравоохранения и в городском совете. И социальными вопросами заниматься. То есть помощь ветеранам, помощь общественным организациям, инвалидам. Проблемы, наверное, по всему городу – это наливайки, как так называемые ночные кафетерии. Но я услышал, что администрация уже города решает вопрос. И, конечно, этот округ – ветхое жилье. Это проблема из проблем. Депутатский корпус обновился ровно наполовину. Среди депутатов – 19 мужчин и 7 женщин. Таким образом, представительство прекрасной половины в совете депутатов увеличилось. В прошлом созыве женщин было 5. Средний возраст северодвинского депутата – 46 лет. Самому старшему народному избраннику – 64 года. Самому молодому – 26. Практически все депутаты имеют высшее образование, а многие – два высших. Вся трудовая деятельность Вячеслава Викторовича связана с Севмашем, куда он пришел учеником еще до армии. В настоящее время – старший мастер цеха номер 42. Координатор Центрального первичного отделения ЛДПР, член партии с 1998 года, депутатом Горсовета, избран впервые. Хочу поблагодарить тех избирателей, которые пришли 8 сентября и отдали свои голоса за партию ЛДПР и ее кандидатов. Теперь, помимо депутата от округа, вы имеете еще своего кандидата от партии ЛДПР, который всегда поможет вам в решении ваших вопросов и проблем. Что хочу сказать? Вот сейчас наших партийных депутатов, избранных по партийным спискам, так скажем, неформально прикрепляют к определенным округам. Но это не значит, что мы будем работать в одном округе, и на этом и все. Меня избрал весь город, и поэтому все горожане могут рассчитывать на мою помощь в решении каких-либо вопросов. У нас есть своя фракция в областном собрании, в Государственной Думе, то есть даже более глобальные вопросы мне могут помочь решить и на областном уровне, и на государственном. Илья Геннадьевич Крючков начальник ЖУ номер один муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальная контора. Это его второй депутатский срок. В четвертом созыве Илья Геннадьевич работал в комиссии по городскому хозяйству, в которой было инициировано участие Сверодвинска в программе фонда содействия реформированию ЖКХ. В связи с многочисленным ветхим жилым фондом есть развитие строительства на тех местах, где стояли деревянные дома. Все плюсов, как таковых, больше я не вижу. В первую очередь, в связи с последними, так скажем, последствиями урагана, я думаю, что нужно бы взяться за зеленые насаждения, которые растут как по лицевым сторонам, так и внутри дворовые. Это первая очередь. Ну, а потом уже ветхим жильем заняться вплотную. И активно принимать участие во всех программах, которые способствуют капитальному ремонту жилых домов. В новом составе представлены практически все сферы жизни города. Среди депутатов есть представители школ, детских садов, учреждений здравоохранения, строительства ЖКХ, крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. 9 из 26 депутатов работники и руководители малых предприятий, 7 представители заводов, здравоохранение и образование представляют по 3 депутата, двое руководители предприятий ЖКХ, двое возглавляют учреждения культуры. Таким образом, ни одно из важных направлений городской жизни не должно остаться без должного внимания. О работе депутатов в дальнейшем расскажет наша программа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 550 человек в день выборов оказали мне доверие. В связи с этим мной было принято решение идти в качестве депутата именно по 8-му городскому округу. Я благодарю всех избирателей, которые пришли в день выборов и отдали свои голоса за меня. Я с большой честью, гордостью и ответственностью буду работать на нашем 8-м округе, от улицы Рженикицы до проспекта Морского. В период предвыборной кампании мной была разработана конкретная программа, которая буду придерживаться. В ближайшее время у меня будет определено местонахождение моей приемной. Работу на 8-м округе я уже начала. Проблемы практически в каждом дворе были одинаковые. Это облагоустройство придомовой территории, обустройство парковочных мест, обустройство детских игровых комплексов. С 1997 по 1998 год Сергей Леонидович Кузьминков преподавал в Севмаш в Тузе, затем работал в Московском индустриальном банке. В 2002 году открыл свое дело. В настоящее время генеральный директор ООО «Консалт Инвест». Депутатом городского совета избирается во второй раз. В прошлом четвертом созыве работал в составе постоянной депутатской комиссии по молодежной политике, физкультуре и спорту. Александр Юрьевич Змеевский С 2001 по 2009 годы работал вице-президентом Альфа-банка. С мая 2010 года он стал заместителем генерального директора Севмаша по финансам, а с октября 2011 года по коммерческим вопросам. В депутаты горсовета избран впервые. С моей точки зрения, один из основных приоритетов – это консолидация усилий по повышению благосостояния города, развитию его инфраструктуры. И в этой связи координация работы во главе с мэрией и депутатского корпуса между предприятиями оборонного комплекса, находящегося на территории Северодвинска. Притом, насколько я понимаю, эта работа, с одной стороны, ведется, а с другой стороны, на сегодняшний день она единого центра, по крайней мере, хотя бы сбора информации не имеет для последующего анализа. И она носит фрагментарный характер, связанная с тем, что вроде бы каждый генеральный директор имеет возможность обратиться и общаться с мэром напрямую, но в то же время на что те проблемы, которые могли бы решать и депутаты на уровне местного законодательства, они находятся вне поля зрения, с моей точки зрения. И вот это один из, наверное, основных моментов, которые, я считаю, необходимо переосмыслить и вместе с новизбранными депутатами самое пристальное внимание обратить на взаимодействие города и тех предприятий, которые находятся на его территории. Алексей Владимирович Куксов, коммерческий директор ООО «Северные технологии», награжден грамотой областного собрания депутатов за активную общественную деятельность. Горсовет избирается впервые. Одна из основных проблем, это, естественно, основная, пожалуй, что это ЖКХ. Судя по тому, что люди говорят, это стоянки во дворах, то есть машин некуда ставить, количество машин растет каждым днем, ставить их некуда. За последние несколько месяцев мы провели очень большое количество встреч с жителями нашего округа, послушали, что люди хотят, каким они видят развитие округа. В целом, кто-то хочет видеть какие-то площадки спортивные, кто-то детские, кому-то нужны стоянки, кто-то за ремонт внутри дворовых каких-то территорий. Сейчас вся эта база обобщается, то есть прорабатывается, и по ней мы в ближайшее время будем работать. Какие-то вопросы уже решены, какие-то мы в ближайшие перспективы постараемся решить. То есть какие-то новые вещи появятся, если, допустим, предложения, вопросы, всегда можно подойти к нам в приемную на Победы 58, где, собственно, мы вам поможем. 3 октября состоится установочная сессия Совета депутатов Северодвинска. Депутатскому корпусу предстоит избрать руководителей представительного органа местного самоуправления, председателя, заместителя председателя, председателя постоянных депутатских комиссий. Следите за работой Горсовета вместе с ТРК Северодвинск. Продолжение следует...